Я видела мой друг Бабичев только что вас навещал. Здесь в чате туалетки. Не знаю, где я навещал, в каком месте. Да Бабичев мой друг только что вас навещал. В каком месте навещал меня ваш друг Бабичев? 200 рублей вам позорных сбросил. Ну, может быть, я не знаю, где, в чате? Да он же, да, в чате навещал, мы его все видели. Потом чат рухнул, мы решили, что он хакнул вас. Подождите, не придумывайте. 200 рублей Бабичев не мог, у него нет рублей, чтобы навещать меня. Можно, там можно выбрать валюту. Или вы думаете уже за рубли? Ну, я-то за рубли думаю. Можно выбрать валюту. Но то, что вы хотели сказать, что 200 долларов евреи, чтобы 200 долларов заплатил и дал на добро, вы хорошо думаете. Подписать может себе хоть как, хоть кто может подписаться Бабичевым, может поймите. Да нет, это он был. Я сразу на него попала, только вот две минуты назад с ним виделась, он в машине ехал. Я понял. Ну, как бы, это у вас с ним личное. Я знаю. Что там у вас с ним происходит? Я что хотела сказать, вы в курсе, что я... Я ему говорю то же самое. А что у вас опять американский флаг горит? Вы что, вернулись опять? А, нет, нет, наш Бабичева найти. Сказать ему свою фу. А, Бабичева. Да, вы в курсе, что я из Техаса вообще? Вот вы сейчас новости про Техас рассказывали. Вы знаете, что я из Техаса? Так, и что, для чего мне это, да, для чего информация мне это? Потому что у меня с прямых рук, скажем так, информация, что там происходит. Ага, понятно. Я вообще-то губернатора Техаса лично знаю. Была частью его кампании предвыборной. И вообще состою членом партии республиканцев Техасской. Поэтому вот то, что у нас там происходит, и вот я почему позорю Бабичева, что он называет себя американцем, он понятия не имеет, что происходит в Америке. Ноль, ноль. Человек живет в своем мире каком-то, в еврейской комьюнити. Английского он не знает. Может быть, он работает постоянно день и ночь. день и ночь работает. Зачем вы сейчас вот опять, смотрите. На стройке, может, он работает. Подождите, остановитесь. Вы постоянно, вот что вы, что Бабичев, вы американцы вообще такие страшные. Вы приходите на стрим для того, чтобы друг друга попарафинить. Что у вас за... Вы аж кушать не можете друг без друга. Что у вас это постоянно? Нет, так он меня парафиниет. У вас все на дружке вы зациклены, да? Что он встречает меня постоянно, мне на вас намазывает, хотя я его не прошу об этом. Что вы постоянно о нем говорите? Вы что, понимаете, что как бы... Женя, когда мы с вами первый раз встретились, я вам хотела просто сказать, что... Вы с этого и начали Бабичеву начать с ним. Да, ну потому что я уже видела ваше интервью с ним до того, как... И я вам хотела сказать, что точка зрения Бабичева со стороны американцев, она, ну, неправильная. Она отражает точку зрения каких-то про-байденовских популяций. Американцы, американцы разные. Разные американцы. Они голосуют. Одни за Байдена, другие за Трампа. Очень разные американцы. И точка зрения американцев, она тоже очень разная. Есть такая, как вы, американка, есть такой, как Бабичев. А есть еще там какой-то чернокожий ЛГБ-тист. Понимаете, у всех разные мировоззрения. Это же Америка. Там же вообще... Да, у него какое-то даже не про-американское точка зрения. Если на то пошло. Вы просто там на ваших республиканско-демократических вот этих делах разделились с Бабичем. Да. С точки зрения, как на Америку надо смотреть. Но не выносите нам это здесь неинтересно, как бы. Что Бабичев на вас жалуется, что вы на него жалуетесь. Нам, как бы, вообще все равно. Да. Но я просто вам хотела сказать... Абсолютно пофигу как. В этой точке, да. В этой точке зрения, да. Но информация о том, что происходит в Техасе, говорит о том, что страну пихают в гражданскую войну. Это, как бы, уже очевидно. Вы в курсе, да, что даже фильм вышел, который вот... Ну, а что в этом плохого? Для России ничего. Да, мы в курсе. Да. А что в этом плохого-то? Ну, вот и все. Нам остается, как китайцы, просто сидеть и жить. Говорит, вот, главное, чтобы у нас в Америке все было хорошо, а вы будьте сильны. Он не видит, что там ничего хорошего. Мы пожелаем вам быть сильными американцам. Я поражаюсь Бабичеву. Губернатору вашему Техасскому. Он живет до сих пор в Америке демократическое какое-то. Он считает, что в Америке до сих пор какой-то суды какие-то работают. Что в Америке какая-то демократия. Вообще какая-то свобода слова. Ну, какая-то, ну, демократия работает же. Ну, пока работает еще. Ну, знаете, уже после того, как Трампа, извините, удалили со всех соцсетей и уже буквально его в тюрягу толкают всеми способами. Какая демократия? Это политическая борьба. Право, поймите, что право имеют выражать не только трамписты, но и байденисты. У них тоже есть право. Понимаете? И у лгбтистов тоже есть право. Это же страна Америка. Она такая. Право только у байденистов сейчас в Америке. А у всех, кто трамписты, они должны в тюрьме сидеть после 6 января. Вот ваши отношения с Бабичевым, они вот четко показывают, что если вы с Бабичевым не можете договориться, Техас и откуда он там, с Вирджинией, с Нью-Джерси. Вот если вы не можете договориться. Либеральный штат. С Нью-Джерси, да. Если вы не можете между собой договориться, да, вот и поэтому и будет гражданская вейна. Понимаете? Так и я в чем? Потому что вы не можете найти общий язык. Человек сидит важно в кресле и рассказывает всему свиту, что в Америке просто светоч демократии, и он просто там купается в лучах. Не, 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 это не, это не правда, это не правда. Он рассказывает, что Америка светоч демократия. Он просто говорит, что все другие лохи. А, ну, ну да. Я, кстати, вчера выставила видео. Это не так. Я вчера выставила видео на канале, как развели американцев в Техасе. Ну, прям в Далласе. Семейная пара. И их просто, просто развели и вынесли все из дома. Так кто лохи? Американцы тоже... Не, вы мне лучше скажите, вы гибернатору этому техасскому близки. Когда будет независимая Техасская Народная Республика? Нас как россиян только это как-нибудь решают. Вы знаете, Женя, Техас переводится как техника асов. Это ж наши арийские земли. А, понятно. А Колорадо... Колорадо, радоваться солнцу. А Невада нет воды. Ну, вы же понимаете, это ж и тема, это ж наша... А где, когда... А я знаю, а когда будет эта республика там все-таки? Ну, мы готовы. Когда штат Техас станет независимой? Мы готовы. Оружий полно. Мы уже готовы. У нас там конвой, кстати, идет сейчас. Помните, были эти конвои в Канаде? Сейчас конвой идет... Такой же конвой, но американский. Идут туда, на границу к нам. Истраков, конвой Истраков, да? Истраков, да. Вы не видели новости? А куда... Какой цель... Бывший Зеленый Берет его возглавил. Бывший Зеленый Берет. И он их туда ведет сейчас. Серьезный какой тип. Ага, а что хочет, требует что? Требования. Ну, говорит, что не разрешим мы федеральным войскам открывать границу. Встанем там мертвы. Поставим траки вот так вдоль границы. А, чтобы по поводу мигрантов. Алекса Брежнева надо пригласить тоже с нами туда. То есть они хотят вместо сетки поставить траки, короче, да? Ну, сетка стоит уже сейчас. Из забора они там еще проволокой колючей разложили все. Но если... Вы же слышали, да, что Верховный суд велел Техасу уйти оттуда. Слышали? Да, снести и поломать. Да, снести и поломать. Пустить мигрантов, да. Да, а эта гвардия национальная, она достаточно, ну, такая малочисленная и не особо вооруженная. Лояльная губернатору она. Ну, слава богу, слава богу, да, что там патриоты в основном, наши ковбои стали. А оружие-то у всех есть. Ну, кроме того, что губернатор... Ковбои, ковбои. У меня были солдатики такие в детстве, я играл. Вот мы тащились в советское время, индейцы и ковбои. Мы думали, ковбой это такой парень. А сейчас вот я сама среди них прожила, и я это все в реальности увидела. Я понимаю, о чем вы говорите. Это же было в то время романтика, ковбои. Ну, их мало осталось настоящих. Но есть, вы знаете, в Техасе выжили. Вот это. И что в Техасе-то вот пойдут до Талова-то, нет? Вы знаете, пойдут. Есть такие, я хотела... Красавцы. Да, до сих пор у нас ходят в шляпах ковбойских, в сапогах этих, с питона сделанных, с поясом, с такой бляхой. Мы будем в России всячески поддерживать Техасскую Народную Республику. Однозначно. И поможем ковбой. Мы им даже кольты передадим, которые они нам по ленд-лизу отправляли. Нет, Женя, вам надо... Запросто. Вам надо со стороны Мексики подходить. В России-то с Мексикой там... А Мексика у нас в Брикс ходит или не входит? Еще не входит. Ну, если Мексика... Пока не входит, рассматриваем пока, да, это... Если Мексика, скажем так, увидит интерес в возврате в родную гавань Техаса, то возможно. Ну, так вы знаете, там же еще Калифорния, а на что же там часть Калифорнии была под Мексикой? Так что мы Техас... Техас-то надо не отдавать. А часть Калифорнии и Нью-Мексика штат еще у нас есть. Нам есть чем куда торговаться, понимаете? Зачем Техас и технику асов раздавать направо-налево? Наши базы там были. Чего мы будем раздавать? Да, раздавать не будем. Раздавать не будем. Мы используем этих мексикашек в своих целях коварных. Поэтому надо вам подбираться со стороны Мексики, а мы-то тут с ковбоями с этой стороны подсобим. Там речка-то мелкая, это Рио-Гранде, она мелкая. Вы главное... Держись там. Ну, я вот собираюсь. Что-то, может, какие сухпайки там в вашей национальной гвардии надо? Ну, можно на парашюте там сбросить или там через Аляску как-то перекинуть. Мы просто поможем. У вас вот, смотрите, у вас вот есть этот блогеры всякие вот, помогают нам, как бы, ну сюда вот этот Добрыня такой есть, он деньги собирает, чтобы помочь. Я через него только могла передать деньги, пыталась напрямую, вставая в страну, мне карточку заблокировали, а Добрыню передала деньги через него. Куда-то передает деньги, куда-то помогает нам, говорят Добрыня. Ну, правда, ему россияне присылают, а потом с Америки, присланные россиянами, деньги попадают куда-то на Донбасс. Ну, так говорят. Нет. Вот. Может быть, и обратно сделаем процесс, как говорится. Чего Добрыня заниматься Донбассом, когда нужно Техасу помочь? Только криптовалютой только, Женя. Потому что SWIFT же отключили. Не-не-не, он прям, он же как-то в Америке собирает же на помощь Донбассу. Может быть, ему просто на помощь Техасу, на помощь Техасу повесить вывеску. Ну, криптовалютой можно будет очередить фонд и крипто перекидывать, как вариант. Или я вот карточку... Да, да, сами даже иностранцы будут... Пусть они карточку МИР откроют, Добрыня откроет карточку МИР, и тогда можно будет на карту МИР спрашивать из России. Да, он же уже паспорта сделал, Добрыня же паспорт сделал себе, нет? Ну, я не знаю. Я пыталась не поговорить, но он лучший друг Бабичева, и опять ей не получилось. Бабичев такое впечатление, что дружит со всеми евреями побережья. Куда ни ткнусь, все друзья Бабичева. У них фронт против меня. Добрыня, да? Добрыня, да. Я с ним попалась, а он говорит, я друг Бабичева. Я вас не люблю заранее, потому что вы против Бабичева. И все. Так что... Тоже евреи, получается, что ли? Ну, я думаю, что да, потому что они все в одной тусовке там тусят. Это побережье, вы знаете, они, вот кто в Нью-Джерси, они все с Нью-Йорка перебрались. А переехали они по еврейским программам. Талмуты, они одни талмуты читают. Да, они вот как туда попали? Это мы там, ну, я... Конечно, у вас там в Америке, конечно, у вас там отношения, я смотрю. Да, вот вы американские блогеры интересные какие-то забавные. Нет, ну, понимаете... Нет, да, посоветовать надо Добрыне. Добрыне посоветовать надо на поддержку Техаса. Однозначно. Надо сказать, давайте заделать стримы не на поддержку, непонятно. Они вон с этим Бабичем сидят и собирают просто себе в карман деньги. Да, с Донбассом здесь, с Донбассом здесь как бы справляются хорошо здесь. А Техасу надо, да? Чем лучше будет Техасу, тем легче будет Донбассу, я вам так скажу. Ну, да, если как бы внутренние разборки тут замутить, они как бы деньги сразу закончатся на Украину. Это не внутренние разборки, это борьба за демократию. Ну, я вам хочу сказать, России вам долго-недолго осталось ждать, потому что не только Техас уйдет, там такое впечатление, что вся Америка развалится. Оказалось, что вы хотели сказать жить, жить нам недолго. Нет, я нет, я имела в виду, что ждать недолго осталось. Запустили уже почти 20 миллионов нелегалов, ну, их каким-то путем кормят, поят, их уже в воспитали отправили, в школы отправили, в детские сады отправили. Черное население начало бунтовать, почему наши деньги идут на этих нелегалов, еще и в Украину. Темное, темное население. Темное. Да, да, давайте будем полюбить. А как евреев назвать? Потому что Байнычев обиделся, что я называю евреев евреями. Как надо политкорректно евреев называть? Вы подскажите, может... Американец он же, американец. Такая нация есть, американец. А, а. Вы просто называете его американцем? А, ну, понятно. А то я говорю, еврей, он обиделся. Хотя это тоже распространенное, в Южной Америке тоже американец. Я считаю, как-то приватизировали это название. Правильное название сэшаст. Сэшаст. Ну, США же. А зачем? Да, пускай называют себя сэшастом. Ну, потому что это... США, они как бы забрали себе название Америка. Это, я считаю, неправильно. Америка-то это целых два континента. Еще и Центральная Америка там. Ну, да, Гондурас там всякие. А они как бы все забрали. Гондурас там всякие, там, латиносы. Гондурас. Они что же? Да. Гондурас. Гондурас, им, например, не очень... Они тоже бы хотели быть американцами, а не гондурасцами, в конце концов. Ну, да. Поэтому, как бы, я думаю, что... Гондурасцы, значит, и сэшастцы. Ну, вот как вариант. А то с евреями он сказал, это оскорбительно. Не называйте нас евреями, это оскорбительно. Я говорю, называй меня русской. Ну, я не знаю, что он вам сказал. Я это не слышал от самого Бабичева, что он обижается, что... А вон у меня на канале выложено это видео с ним. Второе. Вы только первое видели, которое он жаловался вам за то видео. Не, я у него на канале видел, у него, да, видел, да. Да, а есть у меня на канале второе, он его не выставил, побоялся, потому что я его там размотала просто под каток, под каток. И он отключился и слился. Ну, вы находите общий язык. Вам надо прийти к примирению, иначе гражданская война неизбежна. Ну, так вы шпигите, он говорит, я выйду воевать за США. А я говорю, а я не выйду воевать за США. За кого? За эту власть, которая... Поэтому США. Да, он будет США. А вы Техас. А мы будем Техас отделяться. Вот, кстати сказать, вы же знаете по конспирологическим делам нашим, да? Я потому что жуткий конспиролог, не говоря уже о том, я вас, Женя, смотрю, наверное, уже с год, как подсела. Еще в США было, я уже вас смотрела. Очень интересно, про сатанистов, вот это было видео, про сатанистов, про жертвоприношения, просто бомба. Это знаете, когда было? Летом, не вот прошлым, а позапрошлым. Вы видео-то делали. Я делала ремонт на даче и слушала ваши видео. Шикарно. Так вот, возвращаемся к нашим конспирологиям. Я в этой теме тоже очень люблю это дело. Вот. И выясняется, что вы, видео вышло, извините, не видео, а трейлер вышел нового фильма, который выходит в апреле. И трейлер, и фильм называется «Гражданская война в США». И в трейлере показывается, что Техас, ну почему-то и Калифорния, и сразу, знаете как, ну это же сразу понятно, это фикция, потому что Калифорния, ну не может быть Калифорния. Это может быть Техас и Флорида. Калифорния и Техас, они не могут объединиться в один лагерь. Ну, там коалиция, два штата типа выходят, и они идут войной против остальных... Не-не-не, Калифорния, это где медведь, медведь такой, да, на флаге нарисованный. Ну, вообще-то это же наша Калифорния. Да-да-да, это так и будет, я карту видел. Калифорния, смотрите, как у вас будет, я сейчас вам расскажу, у вас будет четыре государства, четыре в итоге. Это, значит, Калифорнийская республика, значит, да, потом США. А вот останется там, где Нью-Йорк, там вот в той половине, короче, да. Вот. Будут, значит, сейчас я вам скажу, вспомню эту карту. Будут, значит, индейская будет народная республика, она типа Навахо будет называться, где-то вот там, в том краю ее. Оно прямо в центре будет, в центре континента. Там может быть, потому что там Аплахома, там индейские поселения, резервации индейские, как раз прямо там. Да, у них будет небольшой кусочек, там будет нефтяная игла, у них своя будет. Есть у них там скважины, да. И будет еще одна большая республика, вот Калифорния отдельно, а Техас будет отдельно. Там будет такой флаг с большой в центре звездой. Ну, а он у них и есть такой флаг. В центре синяя такая. Он и есть. Да, а вот Техас будет отдельно, Калифорния отдельно, Соединенные Штаты, значит, отдельно и вот эти Навахо. Вот четыре государства. А где вы видели такую карту? Помимо Канады. А где вы такую карту видели? В игре, в игре. А, ну это ж знак, это ж они дают знак. Да, да, это будет, я вам говорю, так и будет. Ну, а как и Калифорния? Они-то калифорнисты, просто конченые либералы. Как они могут пойти против остальной части? Все нормально, они как раз отделятся, и у них там будут эти торговые пути как раз в сторону Китая. Ну, они оттуда будут корабли отправлять, на бабках будут сидеть, как Афины. Вот Техас будет как Спарта, а Калифорния будет как Афины. Торгаши там и прочее, все там будет. Ну, в общем, я не знаю. В общем, ничего хорошего пока как бы не ожидается в США. Ну, вот они подберут, вот смотрите, вот Техас подберет под себя как бы вот южную часть всю, да. Ну, вот если взять Калифорнию... А Флорида куда будет входить? Да, да, да. Под Техас, под Техас, да? Да, куда пойдет Бабичев, интересно. Кто против кого будет воевать, да, действительно. Вот не знаю по поводу Флориды, не уверен. Но я думаю, что Калифорния захватит практически все побережье западное. То есть под ними будет все побережье, а Техас будет именно континентальный такой. Вот у него будет выход там на Кубу, там на Мексику, да. Ну, и вот в эту, в южную часть, да. А у Калифорнии будет весь западный, все западное побережье. Вот. А США останутся, ну, чисто так, формально, атлантическими этими. А Канада? Да, там не будет уже такого... А что с Канадой произойдет? А у Канады, смотрите, Канада только делится на Квебек. Ну, Квебек отходит там, да. Знаете, Квебек, да. Ну, французская часть, да. Вот там от Нью-Йорка. От Нью-Йорка недалеко там они забирают себе острова там, значит, и вот эту вот часть, вот эту западную часть, короче. Она, возможно, там будет с французским, так сказать, содружеством. Там все дела. У Франции-то союзников-то остается мало после вот этого аукуса. Поэтому Квебек отделится, да. А Канада будет там... А, нет, подождите, вру. Еще будут эти... Нанут такое будет государство. Нанут это, ну, эскимосы вот эти вот. Так подождите, а Аляска, ну, как отдельная народная республика? Алиутская народная республика? Аляска это будет отдельная народная республика. Там как бы будет, ну, вроде как, такой красивый аляскинский флаг. Там три или четыре звезды у них такие, синий флаг такой. Вот. И вот они будут дружить с Россией очень плотно. С нашими эскимосами. Их эскимос. В состав надо будет их это брать как-то. Подняли... Ну, пока как союзное государство, как с Белоруссией. Вчера в Твиттере подняли панику. Мы там, я часть группы информационной войны. То есть, кто хорошо по-английски разговаривает, у нас там патриоты российские объединены. И мы, значит, там, ну, воюем против армии этих, я вам помню, говорила, армия ботов украинских. Там НАФа называются. Друзья, они называются друзья НАТО. Они в виде собак таких сделаны. И вообще, они там целая банда. Они накидываются на любые пророссийские аккаунты. Выставили плакат Аляски. И написано, Аляска наш. Наш. Ну, наш фотограф. И подняли в диск, что Путин собирается Аляску забирать. Американцы, давайте объединяться. Берите в руки оружие. Пойдем. Скоро там появится. Гиркин будет там скоро на Аляске. И будет кричать, Путин, веди войска. Какие-то канадцы вывезли. В ближайшее время. Американские братья, мы придем с вами защищать Аляску. Потому что американская армия самая крутая в мире. А я такая пишу. Им будет некогда. Некогда им будет. Они будут Флориду делить. И Филадейфию. Я говорю, это та самая крутая армия, которая убегала из Афганистана, хватаясь за колеса самолета. Это та армия или какая там армия? Мы поможем. Мы обязательно поможем. Я Бабичеву в последнем ролике сказал, что если на Аляске эскимосы захотят независимости, обязательно наши боевые эскимосы им помогут. Обязательно. Ну так уже вот я вам говорю, что... Добра. Американцев пугают сейчас в Твиттере. Вот эта картинка. Там большой плакат висит, но билборд. И на ее карта Аляски по-русски написано. Аляска наша. Они говорят, гляньте, это же планы Путина. Вы видите, русские уже вывесили билборды у себя. Это же говорит о чем, что Аляска следующая. Правильно, пусть бездят. Пусть бездят. Пусть боятся. Лучше, как говорится, пусть бездят. Ладно. Вам добра. Я пойду. Женя, вам... Вашему другу Бабичеву привет. А, увидите Бабича, скажите, что автоматы в Техасе круче и больше, чем его несчастные пистолеты там в Филадельфии, в Нью-Джерси. Пусть не рыпается даже. Не-нет, про Техас это так нельзя говорить. Вот есть такой анекдот про Техас. Наш русский анекдот. Хотите? Напоследок. И потом я пойду. Ковбой, значит, стоит такой в салуне. И заходит такая мадам, значит, и говорит. О, ковбой, какая у тебя большая шляпа. Он такой. Мадам, я из Техаса. У нас у Техаса все большое. Ммм, ковбой, какой у тебя большой кольт. Он говорит, мадам, я же из Техаса. У нас все большое у Техаса. Может быть, у тебя еще что-то большое? Ну да, мадам. Ну, пойдем. Он заходит в комнату. Потом он такой выбегает, шляпой прикрывается, пристыженный. Она такая выходит. Из Техаса все большое у него. Он такой, мадам, я же не знал, что вы тоже из Техаса. Ну да, все большое. Ну ладно, Женя, спасибо вам за разговор. В чате-то привет. И спасибо, что вы не даете нас... Свободу Техасу. Свободу Техасу, да. С Мексики заходите. Будем бороться. Все, до свидания. Конечно, обязательно. Бои... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok